Субтитры сделал DimaTorzok 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 Мда Мда Субтитры сделал DimaTorzok 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 Опа Подождите, давайте отступим лучше Чтобы сохраниться И потом пойдем эту заразу замочим Вот, складывайте оружие Мы сохранимся И замочим эту скотину Давайте, давайте, давайте Отлично, все, мы сохранились И теперь мы можем Бесконечно пытаться завалить ту заразу Так, сразу же О, у тебя ноль Блин, это плохо Ладно Так, в нее попали Но нанесли ей ноль урона Даже у три стены есть эта атака Мимо, мимо, мимо Промах, промах, промах Кто-то попал Судя по звуку, кто-то попал Она почему-то не обороняется Смотрите, она стоит все в вопросе Ну, это наш шанс Воспользоваться Забагованной женщиной Так, древнее проклятие Наконец-таки выполнено Окей Так, следующее Что у нас На повестке дня Просто я пока За кадром Отдыхал Смотрите, все прокачались Прекрасно, прекрасно Так Вот, что я говорил Да, пока мы Соответственно, я за кадром пытался У меня там какой-то квест Продвинулся Плащ неопределен Кольцо Кольцо защиты, скорее всего Все самое обычное У меня какой-то квест Продвинулся Я уже не вспомню Какое Походу, у меня Как построить королевство Продвинулся Так, пока Барон занимался советом Из столицы Пришла печальная весть Развалился Последний приличный амбар Нужно срочно что-нибудь построить Пока соседи не Прозвали Главное поселение Баронство Великими руинами Наверное, да Что-то такое было Так, ну что Давайте качаться Продвинулся Требования Атеизм Окей Так Атаки оружием Из этой группы Воин Дручник Получают Плюс один бонус Неплохо Неплохо Так Демонстрация силы Ну неплохая штука На самом деле Мастерство владения Двручным оружием Класс Так Бардесса наша Песня отваги В этом случае Он получает бонус Боевого духа Ага Против очарования Нападание Круто Огонь Зачем я и убеждения качаю Вообще очень хороший вопрос Так Уверенное владение оружием Легкий арбалет же у меня Да Тяжелый арбалет уже Ничего себе Во Во О Исцеление серьезных ранений Кошачья грация у меня появилась Лиси Так Лисичья хитрость Это на интеллект На зрение Призыв чудовища Не надо Кошачья грация Так Я возьму Вот эту хитрость Хотя героизм Известис Угу Нет 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 Безыживание гуманоида Сколько меня этой способностью ебали. Так, ну, они у меня куда вынеслись эти заклинания? Ага, все, вот здесь огонь. Магуса качаем теперь. Так, уверенное владение оружием. А я тебе что дал? Я тебе какую-то хуйню дал, откровенно говоря. Хм, 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 хм. Плюс один на уклонение. Неплохо. Или стать экспертом во что-нибудь. Улучшенная инициатива тоже хорошая штука. Дистанционным оружием мы не будем пользоваться. Непонятно, почему мне это рекомендуют вообще. Так, дополнительная черта неплохо. Устойчивость к стихии. А, ну, мистическое оружие еще. Сколько у нас показателей ловкости? Маленький. Ну, как маленький? Неплохой с одной стороны. Продолжение следует... Возьму-ка живучесть на самом деле. Так. И здесь еще что-то, да? Надо выбрать. Можно огонь взять, у нас огненный шар, в принципе. Окей такой. Хотя, как оно там, электрическое касание у нас, умение называется, ну-ка. Ага, это разрушение, шоковое касание. Электричество. Во, я эту штуку возьму. Только где это теперь найти? Любимая школа магии. Разрушение же, да, оно у нас называется. Угу, да, разрушение. Блин, вот бесит тут, что нужно по новой протыкивать. Так. Ой, не-не-не-не-не. Электричество, вот, да. Любимая школа магии, разрушение. Все, я доволен. Так, вот, бычью силу обязательно надо взять. Зов камня, неплохая штука. Так, бычью силу убираем. И заменяем ее на Зов камня. Вот так вот. Так, теперь наша прекрасная Октавия. Так, атака из-под тяжка у нее. Так, ну мы собирались мага ей качнуть. С одной стороны. Все-таки она действительно хороший маг. Получает... Так, что она у нас? На, на, на. Ну нормально, да. Пусть эти умения будут. Так, любимая школа магии плюс. Ага. Превосходная атака из-под тяжка. Так, подождим. Сейчас посмотрим. Чем-то у нас обычно хороша. Ну а нам воплощение, яд, кислота. Это она у нас все любит. Так, подождать. Пусть. Не помню, что у нас входит туда, но возьмем еще воплощение, раз она у нас ядом любит кидаться там сама по себе. Сейчас, секунду. Так, трансмутация, надо посмотреть, что такое вообще. Ммм, угу, ну все понятно. Вовлечение гуманоида от трансмутации, как минимум. А вот это воплощение, да? Блин, а почему дезонтирующий луч? Это не ок. Ммм, слушайте, может очарование взять, сон. О, круто. И ураганный лук еще возьму. Круто. Так, что у тебя? Атлетика тебе обязательно. Между делом религию качаем. Так, привычное оружие. Предлагаете мне выбрать длинный меч? Да, большой выбор. Ну, хоть у меня действительно длинный. Ага, ну нормально. Так, подождите, еще вот, что важно не забыть. Так, естественной броне и бонус устойчивости. Красиво? Красиво. Так, красавчик, три стен. Ты у нас жрец. Так, и... Вот это, вот это, вот это. Любимая школа магии. Уверенное владение оружием. Так. Так. А на лечение это у нас воплощение? Подождите. Да, это воплощение. Вцеление тяжелых ранений. Хотя, я другое хочу посмотреть. Вот этот... Благословение, удача и решимость. Ничего себе. Я не могу найти то, что мне нужно. Хм. Сверхъестественное. Очарование. А вот это не указывает еще. Хм. Давайте очарование возьмем. Для благословений. Да, воплощение я ему возьму. Офигеть ему, сколько всего дали. И слепота, и от... До сумасшествия. До сумасшествия. До сумасшествия. Я слушаю. О, а вот здесь нужно уже, вот, соответственно, выбирать что-то, да? Слепоту возьму. Ну... 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 Ну, видеть невидимое. Ага, только на своё оружие. На своё оружие нет, не то. Так, здесь что-то одно мы можем ещё добавить. Так. Почему у меня два щитовера? Интересно. Продает устойчивость к огню. Делаю ваш живот горячим на ощупь. Забавно, забавно. Так, ну, другое дело. А слепота где обещанная? Непонел. Ну, ладно. Разберёмся ещё. Надо в королевство наше возвращаться. Там дела делюганские делать. Музыка. Музыка. Продолжение следует... 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 Так, ну, а с амбаром что делать? Хм, ну сейчас выйдем тогда во двор, посмотрим. Плюс нам надо уже давненько дойти до нашего второго города, который мы основали. Посмотреть вообще, что там происходит. А, подождите, а со стола, интересно, это можно сделать? Надо было, блин, глянуть. Что-то я поторопился выйти. Блин, блинские. Сейчас глянем со стола. Потом сразу же выйдем. Так, где наш второй город? Никто в нем не живет. Хе-хе-хе. Стоять деревня. О, вот так можно в него попасть замечательно. О, ишь ты. О, химическая лавка. Дом саббот. Как можно все строить-то, да? Таверна. Ну, говорят, таверну нужно первую строить в городе. Так, потом, конечно же, я поставлю строить таверну. Так, 230 очков строительства у меня. Ну, лавку, конечно. Монумент мне, видимо. Светилище. Стражевую башню. Неплохо бы. Так, высокое строение, которое служит тупостом стражей и ориентиром, обеспечивает плюс один карминус. При наличии казармы в том же поселении. Ага. Казарму надо построить, да. А, ну, казарма должна достроиться еще. Так, ну, пусть пока строится. Кстати, тут же причал. Причал или где он там? Дом собраний, дом травника. Не-не-не, это все не то. Что-то я в глаза опять долблюсь. Все, вот дом собраний, он там кучу всего прибавляет. Вот, причал. Блин. Ну, я все, разошелся, все очки спустил сюда. Ну, круто, зато вон мы как отгрохали. Сейчас надо разобраться, как у нас так же строить можно. Во, во, сейчас, сейчас мы начнем строительство. Блин, надо было сразу разобраться, как это делать, а то я что-то не въехал. В каждом поселении можно возводить полезные здания, которые повышают показатели баронства. Каждое здание стоит определенное количество очков строительства и требует времени на строительство. Вы можете возводить несколько зданий одновременно. Для постройки здания выберите его из списка на правой стороне экрана и разместите в любой ячейке на схеме поселения. Многие здания дают специальные бонусы при условии соблюдения особых условий. Чаще всего расположение рядом с другой постройкой. Используйте эту особенность при планировании поселения, чтобы получать максимальное преимущество. Некоторые здания можно возвести лишь в определенной ячейке. Например, пирс может быть построен только на воде, а мельница в ячейке, рядом с которой нет других конструкций. Если вы хотите избавиться от здания, вы можете снести его и получить половину ресурсов, потраченных на строительство. Если вы хотите перенести здание, вы можете снести старую постройку, получив назад половину ее стоимости и возвести ее в другой ячейке за половину стоимости. При этом вы не можете потратить дополнительных очков строительства, но вам придется ждать, когда здание будет завершено на новом месте. Ух ты. Так. Дом собраний влияет на лавку ремесленника, казармы, цитадель, гарнизон, великий храм, у вас на все влияет. Ага, светилища бесплатно можно построить. Короче. Так, дом собраний. Сюда обязательно. П значит процветание. Итак, в руках нашего героя оказалось целое баронство. Ага, П значит... Ладно. Еще успеем прочитать. Надо было светилище на отшибе строить. Ну ладно. 35 очков здоровья. Так. И идем покупать очки строительства еще теперь. Чтобы побольше тут нахерачить. Надо амбар еще построить в конце концов. Раз уж... Чтоб нас не называли руинами. Такс. Продолжение следует... И идем покупать очки строительства. На все наши кровные. Так, сказитель, ты мне должен подсластить кошелечек, а то все у нас плохо. А вещи храбрецов, что совершали здесь подвиги до вас. Я чувствую, что вам будет интересно услышать их рассказ. Но пока их слишком мало, чтобы я смог поведать его. Пожалуйста, найдите остальные. Ясно. Так, нам нужно еще алхимическую лавку эту построить обязательно. Чтобы товарища этого к нам, алхимика, перетянуть. Так, амбар стоит что-то там не особо много. 30-50. Алхимическая лавка и дом травника там по 50. Сейчас посмотрим. Сколько там все это стоит. Примем, так сказать, мудрое и взвешенное решение, как на настоящий правитель. Субтитры сделал DimaTorzok амбар вполне живым выглядит дом корейся туда а нам обсудить обсудить там с ней надо да 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 я вспомнил но пока и не за этим старая тюрьма которую рогачи со времен использовал в качестве винного погреба перед вами плотный мужчина видавши и в видовшем виде доспехи его лицо опрямлено серебряной щетиной а красный мясистый нос изрыт спинами весь вид его излучает совершенное спокойствие при вашем приближении он кланяется почтительно но с достоинством хилланд ваша милость капитан городской стражи молодая девушка дворф неловко слютует вам дели а помощница капитана рада служить вашей милости я не помню чтобы нанимал капитана стражи как и самих стражников я и десяток моих лучших людей прибыли из рестового по поручению леди джаманди алдоре ваша милость остальных я наняла из местных не волнуйтесь ваша милость теперь мы подданные баронство мы присягнули служить вам верой и правда и вы можете рассчитывать на нас к тому же ваше жалование оплачивается из наших сундуков а наши жалования из ваших сундуков понятно капитан смотрит на стражницу вздернув бровь затем вздыхает и переводит взгляд на вас ну разумеется каждый из моих ребят готов погибнуть защищая вашу милость но вот на дисциплина еще придется поработать знаете этого ворфийского автора патрик ветрос шарик зеброс совсем позабыл имя мои лоботрясы прямо на посту читают его книги про работу стража вместо того чтобы самим как следует работать стражей но ничего мы с этим разберемся а ты а кто мне вообще служит разумеется ваша милость я в страже всю жизнь начинал еще сопливым мальчишкой в ночном патруле рестов славится своим фехтовальными школами со всех речных королевств туда молодежь едет это значит что меч есть у каждого второго и каждый третий считает что умеет им пользоваться лучше всех остальных любое неудачное сказанное слово любая пьяная драка может привести к поножовщине поэтому страж в городе много и абы кого туда не берут леди джаманди отметила мои успехи ей было угодно меня повысить так и оказался здесь аделию я на улице подобрал лет десять уж тому как сейчас помню сидит крохотная девчушка дворфа на ступеньках храма чумазая босая и кормит кусочками хлеба драного кота увидел я это и екнула что-то в груди откуда она взялась кто и почему оставил ее одно это одному и растил уведомо как она подросла я ее пытался в ремесленники отдать да разве что да разве что дворфа переубедишь мол хочу стражницей быть и все тут что поделаешь учу вот ее теперь благо голова у нее на плечах есть да и силы хватает так у стража есть все что нужно снаряжение припасов достатки ваша милость жалование ребятам тоже хватает и детям на игрушки и после смены покружки пенного пропустить правда город растет нам бы еще не помешало пополнить ряды но с этим мы еще справимся да пока с ними разговаривал я вспомнил что мы шли сюда за очками строительства а то я пришел и забыл зачем мы сюда шли так вот у этого товарища не продаются давайте про правосудие прочитаем аннексия вокруг столицы полно мест которые вроде как никому и не принадлежат если вдруг ваш герой придет туда объявит это так своими краями будет ли это считаться захватом или все таки нет думаю этот квест успели взять итак руках нашего героя оказалось целое оборонство ему предстоит постигнуть непростую науку государственного управления а мне стать летописцем целого государства и зафиксировать все 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 подробно все 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 подробности от того как майк превратил медвежий угол в жемчужину украденных земель а почему какая технология у меня числится еще а наверно итоги какие-нибудь написаны там типа вот мы победили мы молодцы почему он в дождь не хочет бегать а так а еще мне сказали им есть какая-то кнопка которая поможет продать не весь мусор так и я ее пока не вижу о ха ха нашел ну ну да вроде бы вот нормально работает ну спасибо спасибо за столь дельный совет я бы я то вот не совсем понял после чего они нужны искусно сделанная не магическая сейчас посмотрим так по рукам да попустела в инвентаре заметно осталось только самое нужное ну он вообще кучу всего полезного продает я считаю того что ему сейчас мусора конечно кучу впихнул сейчас попробую очки строительства здесь еще найди так раньше они были в самом внизу теперь я продал ему кучу говна я их что то не вижу во а можно как то во тринадцать тысяч сумасшествие это очень много очень очень от слова слишком много где ужин успел сожрать что то как то я упустил этот момент еще в комментариях тут обсуждали так ладно странное напряженное молчание царит в доме кэсси знакомая девушка тифлинг шагает вам навстречу из теней но ее глаза смотрят в никуда она кажется вообще не видит вас нет только не сейчас свето представление завершается вы видите испуг в глазах кэсси в синих глазах это ты я хотел сказать я о проверки на религию пройдено я почти уверен что только что наблюдал некую форму божественного вмешательства девушка прикрывает глаза и сжимает клоки явно под воздействием какой то сильной эмоции которую вам нелегко прочитать я ведь знала знала что это не может длиться вечно зачем он только зачем поставил такое условие если знал что выполнить его невозможно она глубоко вздыхает открывает глаза и решительно говорит будь что будет знай же той кого ты до сих пор знал под именем кэсси не существует мое настоящее имя калики и я точнее мы но это долгая история лучше слушать ее у гостеприимного огня ты выслушаешь меня идем девушка подпирает голову рукой долго смотрит перед собой погружаясь воспоминания истории у очага в пустыне где я родилась это почтительная традиция одна из самых добрых и теплых когда заканчивается день хозяева в гости родители и дети друзья и соперники все собираются у огня под звездами чтобы рассказать истории те в которых приняли участие сами те которые наблюдали те которые услышали от других путников и те которые нашептывал пустынный ветер надо сказать я и моя сестра часто слушали эти истории украдкой спрятавшись в тени за кругом света и тепла мы родились от крови ада а в Афкадире благословленный светом милостивейшей Сарен Грей нет больше нежеланного гостя чем Тифлинг мы росли ночуя в общаге ой в общем шатре и получая еду здесь и там как приемыши наши родители скрывали родство ото всех нам было по 13 когда мы покинули племя и отправились искать счастье в больших городах и думаю на дома все вздохнули с облегчением мы с сестрой мы близнецы но различны как солнце и луна ее имя Канера означает тихое пламя она огонь холодный но способный испепелить дотла я же река радость для моей души напоить усталого путника и напить зеленые побеги но разливаясь паводком я несу невольно несу гибель в глазах девушки плещется печаль мы разные но мы одно целое наши жизни принадлежат божественному нефису и по его воле мы теперь живем по очереди пока одна здесь вторая но стоит ей очнуться как мы меняемся местами вот вот что ты только что видел и как так вышло что вы стали жить по очереди эта история я до сих пор не рассказывал ее никому никому на свете мне не просто открывать ее незнакомцу слишком много там спрятано горя и вины если позволишь я расскажу кратко и только ту часть которая может еще напомнить о себе видишь ли моя сестра умерла а я не смогла с этим смириться канеру убил пожиратель души чудовище призванное тайными последователями арха даймонов абадона те кто призвал его погибли в схватке но сама тварь оказалась слишком сильным врагом для моей сестры а меня даже не было рядом калике переводит дух не было рядом потому что мы поссорились и обе натворили глупости незадолго перед этим но об этом я не хочу сейчас говорить когда я узнала что случилось с сестрой готова была обратиться к какой угодно силе лишь бы вернуть ее и такая сила нашлась со мной заговорила аркон фейн вестница самого бога нефиса она пообещала что вернет канеру к жизни но при двух условиях первое мы обе должны хранить произошедшее в строжайшей тайне второе мы никогда больше не сможем встретиться вот так и началась наша нынешняя жизнь мы бежим по миру храня нашу тайну представляясь именем каэсси чтобы скрыть что нас двое а не одна и мы заменяем друг друга пока одна живет вторая дремлет в малом измерении сотворенном для нас и вы не можете контролировать эти замены нет не можем они происходят сами собой чаще всего во сне но иногда посреди ясного дня поэтому мы не можем подолгу оставаться на одном месте те кто застанет нашу замену мы обычно рассказываем сказку про особый способ магического путешествия но люди все равно начинают замечать странное и догадываются сказать по правде я бесконечно устала от этого притворства ведь ясно что оно не может продлиться вечно уже не смогло так зачем все это ты открыла мне тайну то есть нарушила условия вестницы божества да заставишь ли ты меня пожалеть об этом я просто подумала точнее почувствовала что ты можешь быть тем кто поможет нам с сестрой изменить свою судьбу ну хорошо как и могу вам помочь об этом я и хотела поговорить канера должна была рассказать тебе о древней сокровищнице которую мы ищем для нас это место цено не только золотом оно возможно содержит древнюю реликвию вывезенную талдорскими налетчиками из почитаемого кадирского храма нефиса это необычная реликвия ее называют диск затмения в красивой сказке которую я слышала сказано что они что он создан из тени скрывающей солнце и луно впрочем не думаю что это правда нефис бог магии некогда бывший смертным волшебником и святыни из его храмов обычно могущественные артефакты среди его последователей немало тех кто считает лучшим способом служения постижения тайн магии едва ли не соперничеством с божеством один из таких служителей и создал когда-то диск легенда гласит что он давал владельцам большую часть в перемещении между планами но использовать его могли только пары магов связывающих себя неразрывными узами пока один путешествовал по планам второй служил его якорем в нашем мире а затем они менялись понимаешь теперь почему мы до сих пор разыскиваем диск возможно он позволит нам лучше понять как работает наша сканерой замена друг друга и это должно порадовать нашего божественного покровителя нефис и его помощники более всего ценят желание проникнуть в тайны волшебства а как этот диск попал в украденные земли его принесла принесли сюда толдорцы из пятой исследовательской армии толдор и кодира враждовали веками тысячи лет назад какой-то солдат вырвался под своды храма нефиса и унес реликвию чтобы затем продать ее а может передать по наследству сотни лет спустя его потомки и потомок сотого по счету покупателя принес диск в чужедальные земли куда толдорцы явились как обычно названными и откуда в конце концов ушли почти без следа история иногда плетет такие хитрые кружева и не догадываешься где у них начало а где конец расскажи мне о месте в котором расположена сокровищница в дошедшие до нас хроники оно зовется скромные воды некогда это был толдорский городок основанный ветеранами пятой исследовательской армии он стоял на берегу бурливой реки она то его и погубила однажды ночью на поселение обрушился страшный паводок убивший многих жителей и заставших остальных бежать уцелела только башня на складе вздымавшаяся над водами как памятник река долго прятала руины но с год назад отступила мои друзья нашли хронику рассказывающую о гибели города и о том что там хранится диск затмения они смогли добраться до руин но побоялись идти внутрь увидев каких-то неизвестных страшилищ если это может вам помочь я согласен печальные глаза окалики чуть теплеют благодарю тебя я буду ждать тебя там у скорбных вод и попрошу об одном давай исследуем руины сами вдвоем я не хочу выдавать себя перед твоими соратниками одного нарушения условий аркана аркана фейн достаточно я не хочу гневить мою благодетельницу и нашего общего бога до встречи так скорбные воды окей а сейчас пока мы еще немножко построим немножко построим так это не так 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 это не так 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 это не так 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 строй так 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 Так, через десять дней ещё только построится. Даже тут у нас больше всего строится. После этого, я думаю, можно сходить на поляну, которая была слева от нашего города. Так. Так. Так, а что потом надо было строить? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Сколько у нас ещё? Сто тридцать семь очков есть. А, а здесь, слушайте, нельзя строить эту штуку, которую нам надо для алхимика. Дом травника можно. Ммм, интересно. Мастерская, студия ремесленника, мастерская ремесленника. На кучу храмов влияет. Таверну влияет. Ну, таверну можно поставить. Так, сто семнадцать очков строительства. Ну, и давайте построим обещанный этот домик для алхимика. Так. 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 Ну вот, алхимическая лаборатория Бокина. Дом собраний, таверна, амбар, лавка, дом травника, казармы. Ну хотя бы так. Чё, застроим здесь всё нафиг? Священная роща не может находиться в одном поселении с лесопилкой. Так, ну пока мы ещё не будем тут всё застраивать. Подождём повышение уровня королевства и сможем здесь побольше набахать всякого. Путь у нас пока лежат очки строительства. Возможно, этот город ещё разрастётся и мы сможем больше клеток занять. Ну, не знаю, я пока ещё не настолько шарю в этом. Сколько мы минут сорок-то наиграли уже? Оуу! Час! Час! Да мы ничего толком не сделали, мы ходили ерундой занимались всякой. Тут поговорили, там пообщались, уже час прошёл. Каман, как это вообще? О чём вы? Ну, это загрузки ещё, вот, как каждая там по минуте отнимает. Окей. А, я ещё начинал-то рассказывать перед разговором с этой мадамой, там, в комментариях с одним из подписчиков обсуждали. Вот. Спросил, сколько занимает прохождение игры, мне не ответили. Я решил посмотреть, ну, типа, вдруг, кто игру прошёл уже и... Ну, по крайней мере, по России, из русскоговорящих авторов, никто ещё вроде бы не прошёл игру. Но я заметил очень странную тенденцию. Так, видите... Все почему-то делают, там, в стиле серии по 30 минут, у одного чувака 155 серий по этой игре, вот, где он по 30 минут, там, и я такой, блин, да нахера столько. Ну, то есть, если бы я свои по 30 выпускал, мне... Это какая, серия 15-ая или 16-ая, по-моему? Ну, то есть, у меня бы уже с 30-ок их было. Ну, хз. Не очень круто, по-моему. Может, конечно, в этом есть какой-то логический смысл, и если мне повырезать тупники, загрузки, то у меня тоже бы они по 30 минут были. Хотя, хрен его знает. Но, суть такая, что игра-то вышла уже, там, сколько, ну, почти 2 месяца назад, её что-то никто ещё не прошёл, ну, это жесть, конечно. Ну, в день я обычно на неё трачу часа 3. То есть, за месяц, ну, условно, мы наиграем 90 часов. Ну, мы же явно её пройдём быстрее, чем за месяц. Ну, при условии, что мы 90 часов тратим. Смотрим. Блин, он опять сейчас черепаха будет плестись. А, нет, он бежит нормально. Снимай, с нами ему! Так, ну, я оставлю этот стак пока что. В принципе, хороший у нас. Единственное, может, я бы орка только вот заменил на неё. Ну, не знаю, давайте пока так походим. Тристиан себя зарекомендовал, какой очень хороший хил, поэтому... Так, вот я про эту полянку говорил. Это часть скрученных топи. Место триумфа Дикой природы для множества птиц и зверей. Это привлекает охотников и отпугивает других путников. Ведь, наверное... Ведь нападение хищников в этих местах отнюдь не редкость. Окей, погнали. Ну, давайте, раз уж мы дошли досюда. Раз уж мы дошли досюда. Раз уж мы дошли досюда. Ммм, большая карта. Опа. Ловушка, небось. Нет, не напали на меня. Бам-бам, все, полетели ошметки. Ах, вы гады. Так, грибосы подобрали. Угу. Так, что-то на пригорке ничего нету. Эй, там. Скорее, помоги нам. Знаменитый исследователь у нас появляется задание. Сейчас мы прочитаем про это задание, если пометку сделаю. Смотрим. Пусть бандиты, поверженные, в украденных землях установлена законная власть. Путешественникам надо держать ухо востро. Здесь полным-полно опасностей. Вот и сейчас, приближаясь к реке, мы услышали звуки боя. Кто-то попал в беду. Кому как ни барону их выручать. А, нет. Ой, говнокобальды. Бони, бони. А, лол. Бони, бони. Ещё. Так-так, гном позвал друзей. Слабый, трусливый гном. Гном. Усливый гном. На берегу реки появляется фиолетовый кобальт, как две капли воды, похожие на обличие, которое принимал ваш старый знакомый Тартучо. Кобальдам нужна повозка, и мы её возьмём. Лошадиный череп скрывает морду кобальда, но в пустых глазницах поблескивают злобные глаза, чей взгляд прикован к вам. Так велел я, король Тартук. Кобальд ударяет кулаком себя в грудь. Тартук, король. Глава гноме экспедиции откидывает волосы салма и недобро смотрит на кобальда. Этот мерзавец нам зубы заговаривал, пока его дружки полоску утащить пытались. Король Тартук. Гном смотрит на вас и подмигивает. Как насчёт небольшого цареубийства? Хм, спокойнее, давайте всё обсудим и не станем устраивать кровопролитие из-за какой-то полоски. Нет, гномы и его дружки увидят нашу ярость. Ши-ши-ши-ши-ши-ши-ширдас, окей. Ширдас, ширдас. И тогда наш лидер оборудовался. Окей, ждите за меня! Ах, вы гады! Позорные, а? Мы ещё встретимся, это ещё не конец. Не знаю, трудно так читать. Отыгрывать роль, так сказать. Мусор, куча мусора, ура, ура! Я иду к вам, маленькие карлики. Хотя, подождите, сначала мы исследуем тут всё, и я вам помогу. Не стыдьте, я не вру. Чё, а мы всех захилим, не ссыте. Шок? А, откуда шок появился? Интересно. Заклинание, что ли, не сработало? Лагерь выглядит обжитым. Несомненно, его хозяева должны быть где-то неподалёку. Одержана славная победа. Мелкие прошивцы, кобальты, а не гномы, повержены. Увы, при этом их гномов, а не кобальтов, повозка попала в реку, и её чуть не унесло течением. Вот тут-то мы и поняли, почему бывалые искатели приключений не выходят из дома без верёвки. Колесо повозки было бы неплохо подпереть крепким рычагом. Во всей этой суете ноги, тянувшие повозку, чуть не улизнули. Ага. Ясно, то есть мы не зря сюда зашли. Гномы отбивались яростно, но силы были неравны. Тела кобальтов покрыты ожогами от кислоты и алхимического огня. В котелке булькает аппетитная похлёбка. Ага, неплохой кинжальчик. В котелке булькает аппетитная похлёбка. Ух ты. Пока гномы сражались с кобальдами Нистова, ругаясь и усердно мутузя незваных гостей, по им драконьим мордам повозка оставалась предоставлена самой себе. Невольная виновница нападения, уносимая напуганными пони, она съехала с наезженного брода и по самый облучок погрузилась в воду. В этом месте своего течения самаркада уже готовится впадать в клыководье, поэтому стременно становится крайне недружелюбной, холодной и своенравной. Заполучив свои владения повозку гномов, самаркадка, видимо, решила под шум боя утащить её на глубину, но была поймана на месте преступления. Уцелевшие гномы во главе с предводителем экспедиции, кипом крайне громким и склонным, но не лишённым управленческого таланта, успели схватить уплывающую повозку. Кряхтя и обогреваясь от натуги, они из последних сил удерживали её от полного затопления. В это время с повозки в воду скатился какой-то свёрток с грустным бульк. Он исчез под водой, чтобы всплыть в десяти метрах дальше по течению. О нет! Простанал глава гноми экспедиции. Это же была алхимия и жизнь, последний выпуск. Окунувшись в холодную реку, пони резко подрастеряли свой запал. Нервно дёргаясь и дёргая ушами, они с жалобным ржанием пытались перегрызть с брою и освободиться от ноша. Ну что, встал? Помогай! Недовольно прикричал гноми экспедиции. Ага. Ну что, встал? Помогай. Окей. Так, привязать к повозке верёвку. Раз, два, три. Вот верёвка надёжно привязана к повозке. Так её, повозку, а не верёвку. Хотя нет, и то, и другое. Вытаскивать будет куда проще. Вот урок любому искателю приключений. Никогда не выходите из дома без верёвки. Верёвка ваш лучший друг. Мы подставили найденный рычаг под колесо повозки. Рычаг, подставленный под колесо, надёжно уперся в камни на дне реки. С таким подпорем вытаскивать повозку должно быть куда легче. Так, освободим коней. Нужна подвижность 20 и знание природы. Рычаг, подставленный под колесо, надёжно уперёвка. Мн-дам. Ихт, ишь ты. Октавия ловко залезла на крышу повозки и аккуратно подползла к привязанным на стороне реки пони. Пони, казалось, было только рады, чтобы ощутить крепкую руку, держащую их вожжи. Они быстро успокоились и позволили себя отвязать. Через полминуты они уже стояли на броде, готовясь тащить повозку из реки. Так, собравшись силами, мы принялись тянуть повозку из реки. Ну, раз ты так уверен, начинаем, только аккуратно. Представьте, что внутри повозки золото и эль, и её ни в коем случае нельзя потерять. Валери нахмурила брови. Уповай на наше благородство, а не на нашу жадность, сэр, гном. Гном закатил глаза. Да представляете, что вам будет угодно, повозку главное тащите. Так, мы попытались вытянуть повозку. Повозка издавала треск и скрип, похожи на жалобные всклипы. Доски едва выдерживали двойной напор течения и всех, кто пытался вытащить её на берег. На беду силы оказались равны. Требовалось что-нибудь придумать, да поскорее, пока несчастная повозка не развалилась на части. Харизма, атлетика. Так, ну, не знаю. Пусть сила попробуем. Должно вкатить провал. После нескольких минут всеобщих усилий повозка наконец начала поддаваться с громким хлоп... Ага. С громким хлопанием и чавканием она дёрнулась вперёд, и глава гномии экспедиции уже открыл рот от победного крика. Ага, но коварная река решила... Угу. Но коварная река решила, что раз уж добыча не досталась ей, то она не должна достаться вообще никому. Вместо того, чтобы выехать на брод, повозка медленно наклонилась и неторопливо даже как-то величественно завалилась на бок. Готовый раздаться победный крик затянулся у гнома в горле. Твою ж мать! Растеряно протянул гном, наблюдая, как по реке уплывают его коробки, свёртки и сумки. Затем его взгляд уперся в вас. Ну, что, спасибо, вам, путешественники, помогли, так помогли. Ты чё, херел, что ли? Я тебе тут... И коней спас, и всё, и твою жалканую гномью жизнь. Да чтоб тебе пусто было, козлина ты такая. Неблагодарная. Так. Успех, успех, успех. Огонь. Ну а эти харизмы, перхнем, чё мы её зря кончали. Все устали, промокли и продрогли. От былого энтузиазма не осталось и следа. Люди с ненавистью смотрели на полоску, готовые плюнуть, бросить её и забыть, как страшный сон. Барон решил срочно их взбодрить приказом, улыбкой, громким криком или даже крепким ругательством. Да вы чё гоните, что ли? Блядь, как полоска, чтоб тебе пусто была, зараза такая. Так, харизма не в канала, сила не в канала. Но Атлетика должна в канать. Да вы гоните. Её реально спасти вообще нет. Так, не знаю, может подойдёмся прям поближе. Ни с канала, ни с канала. Ммм, интеллект. Сука, что ты будешь делать, а? Ну, очередная попытка, погнали. Провал. Провал. Они беспокойно ржали и дёргались, так что даже просто отвязать их от полоски оказалось непросто. Наконец, почувствовав свободу, они вырвались из рук. И не слушая отчаянную ругань, предводители гноми экспедиции скрылись в ближайшем лесу. Сука. Ага, и вариант с конями у нас теперь пропадает. Блин. Что такое? Погнали по новой. А если вот её отправить, ну, чисто интересы ради. Линзи споткнулась о край полоски и неуклюже плюхнулась на крышу, ещё сильнее напугав и без того паникующих пони. О, а зато опыт, смотри, сколько дальней хера себе. Уж 45 единиц. Ну, попробуем природой вывести телегу. Усталые пони обивались потом. Закушенные удила были покрыты пеной. Барон попытался успокоить и взбодрить. Фургон вместе с содержимым пришёл в полную негодность. Придётся его оставить здесь и гнить. Давайте я ещё раз за кадром несколько раз попробую. И если получится, то будет отлично. Если нет, ну, блин, сорян. Я, короче, как сделал? Я выпил зелье увеличения гуманоида. Оно даёт плюс 2 к силе у нас на проверку силы с канала. После нескольких минут всеобщих усилий повозка покинула реку и выкатилась на твёрдую каменистую почву Брода. С обиженным чавканием и хлюпканием река отпустила свой трофей и устремилась дальше в поисках более лёгкой добычи. Не тратя время недаром, глава гномии экспедиции резво запрыгнул внутрь. Какое-то время из повозки доносился только грохот и ругательство. Наконец, из-под крыши выглянуло довольное лицо гнома. Почти всё на месте, торжественно объявил он, выпрыгивая наружу. Промокло, помялось, перемешалось, но на месте. Так что спасибо вам, путники. Без вашей помощи умело направленным моим руководством плакало бы моё добро. Вот ты неблагодарный говнюха. Стоящий перед вами гном одет в грязную местами оборванную одежду, которую когда-то можно было назвать стильной и богатой, но теперь она навсегда потеряла свой внешний вид. Его чёрные волосы всклоченные, на шее видна свежая царапина, но, несмотря на довольно жалкий внешний вид, гном держится с достоинством и смотрит на вас высока. Джубилост Нартропол, в твоей грязной царапине, не поддерживайся с этих кобольдами, и мой почти весьма своевременный гномерий. К услугам твоей баронской милости. Представился он и обводит цепким взглядом весь ваш отряд. Ваша помощь с кобольдами и моей чуть было неутонувшей повозкой оказалась весьма своевременной. Кстати, мне очень жаль, что такую известную и популярную личность, как я, никто не встречает в твоей столице. Я не рассчитывал на ковровую дорожку и лепестки роз, но могли хотя бы в делегацию выслать. Хорошо, хоть не всех моих слуг перебили. Знаешь, сколько стоит воспитать адекватного слуга? Джубилост, говорит, без остановки и без какого-либо намёка на паузу между предложениями. Видно, что у него накипело, и теперь ему необходимо выговориться. До более знакомой интонации. Похоже, и правду говорят, сыным хозяином быть слугой не лучше, чем рабом. А это ещё кто-то тявкает. Смирив Октавию взглядом, из-под очков гном фыркает и закатывает глаза. Беги, поиграй, девочка, взрослым поговорить надо. Так ты в придачу ещё и редкостный нахал. Почему я ни капельки не удивлена? Джубалист лишь откашливается, продолжая делать вид, что не замечает вашей разгневанной спутницы. А ещё, раз уж на то пошло, хочу официально заявить, что дороги в твоём баронстве никуда не годятся. Реки приходится переезжать вброд, так что, так как навести мосты, никто не удосужился. А на честных путешественников так и норовят напасть кобальды. Как ты говоришь, называется твоё баронство? А, впрочем, неважно. Когда я начеркну на карту этих земель, то назову эту область. Может, барон тебе поможет. По-моему, вполне подходит. Гном наконец умолкает. Он стоит и смотрит на вас с обегающими глазами, беззвучно раскрывая и закрывая рот. Как будто хочет ещё что-то сказать, но пока не придумал, что именно. Вы слишком много о себе мните, сэр гном. Ведите себя достойно, пока находитесь в нашем баронстве. А, само рыцарство во плоте. Джубалист смиривает Валерий взглядом. И что ты прикажешь мне делать, о неустрашимый и мужественный сэр рыцарь? Врать? Нет, но вы могли бы сказать то же самое в более учтивой форме. Твоя беда, сыр рыцарь, в том, что ты слишком печёшься о форме и внешней красоте. Что неудивительно, если посмотреть на твою смазливую мордашку. А меня волнует только содержание. Валерий вспыхивает и отворачивается. Вы чувствуете, что гном задел её заживое. А, для того, кто ценит содержание, это весьма скорно поверхностные суждения. Ах, вот как. Но сочту излишним вас уведомить, что... Прошу тебя, не трать слова и время на этого шута, тем более из-за меня. Напасть, я засуну твои слова обратно в твою поганую глотку. Как ты узнал, что я барон? Я же говорил, что был в твоей столице. Ты что, слушаешь? Ты меня не слушаешь? И я привык, что при въезде в маломальск известные населённые пункты меня встречают представители властей. Слава моих поездок всегда летит впереди меня, а власти, знаешь ли, любят со мной дружить. Мне не было известно о твоём приезде. Да, ты прав. Да, ты прав. Нужно было сделать скидку на удалённость твоего медвежьего угла. Так что тут произошло, как твоя повозка оказалась в реке? Я и мои подвижники расположились на привал на берегу этой реки, но стоило нам развести костёр, как появился этот фиолетовый мерзавец. И знаешь, что он мне сказал? Он назывался королём кобальтов и сказал, что ему нужна наша одежда. Он, видишь ли, хочет свою челядь в неё одеть, потому что у них теперь своё королевство есть. Так и сказал, где слова-то такие выучил? Ну, я и послал его на все четыре стороны, чтобы в одежде великого картографа, джубалиста Нартропла какой-то кобальт шастал? Да никогда. Вот, говорю я ему всё это, расписывая в красках, в какой выгребной яме я видел его самого и всё его королевство. Потом гляжу, а кобальты уже повозку отвязывают. Ну, я крикнул ребятам, чтобы они повозку держали. Сами-то ребята не блещутся образительностью. Стоят, их ты раскрыли, суматоха, началась драка, а потом мы дрались, пони повозку в реку уволокли. Глупые животные. Угу. Ты сказал, что знаменит, но я тебя не знаю. Чем ты прославился? Или это весьма глупая и обидная шутка, или закостенелое невежество. Надеюсь, что последнее. Я известный путешественник, картограф, алхимик и журналист. По моим картам учатся студенты всех университетов. Мои статьи в журналах читают от Андорана Добревоя. Наверняка ты читал «Алхимию и жизнь». Кулинарный альманах внутреннего мир, внутреннего моря. Или самая скандальная, независимость о преимуществах и недостатках устройства власти в разных государствах. Что, не читал? Ладно, не отвечай, не хочу еще сильнее портить впечатление от твоего баронства. А то совсем ничего позитивного о нем написать не получится. Постойте, тот самый джубелист Нарттропол? Автор 14,5 восхвалений Питаксу? У нас в Академии все студенты зачитывались вашими книгами. Особенно после того, как король Ироветти запретил их, а вас заочно приговорили к смертной казни. Хм, я вижу, хоть кто-то в этом захудалом баронстве имеет зачатки образования, пусть и полученные в каком-то сомнительном заведении, как Питакская Академия Высоких Искусств. Меня оттуда изгнали за непочтительность. Вот как. Ну что ж, если так, то ты, может быть, и не безнадежна. И что же такая известная личность, как ты, делают в таком далеком от цивилизации крае? Я преследую две цели. Во-первых, написать статью, вписать статью в независимость об этом новом баронстве. Во-вторых, нанести на карту особенности местности украденных земель. До появления баронства путешествовать здесь было слишком опасным, но теперь появилась такая возможность. Спешу заметить благодаря тебе. Видишь ли, свобода слова тоже иногда работает в положительную сторону. В любом случае, я уже почти закончил с этим путешествием. Статья практически готова, ровно как и карта. Мне осталось лишь найти старую дворфийскую заставу, которая стояла где-то в этих землях несколько веков назад. Что за застава, которую ты ищешь? Твое невежество поражает. Строишь баронство и ничего не знаешь о землях, на которых ты это делаешь. Придется тебя просветить. Видишь ли, когда-то давно по этим землям проходил дворфийский торговый путь, соединяющий горы Пяти Королей и Северные Земли. Он был для дворфов настолько важен, что они даже не поскупились построить вдоль маршрута вооруженные заставы и содержать их, чтобы охранять торговцев. Одна из таких застав находится где-то в округе, потерянная и забытая. Ничто не скроется от зоркового глаза великого картографа Джубилостом. Я найду эту заставу и нанесу ее на карту, и уж можешь мне поверить. Скажи, а эта старая дворфийская застава заброшена, или может ли она использоваться, например, троллями в качестве их логова? Почему нет? Дварфы любят подземелья, тролли любят подземелья. Вполне вероятно, что после исхода дворфов их теплая месечка заняли менее привлекательные субъекты. Я ищу логово троллей, возможно, мы ищем одно и то же. Давай объединимся и будем искать вместе. Что ж, ты показал себя компетентным напарником в экстремальной ситуации. Пожалуй, я могу доверить тебе, прикрывать меня. Идем за повозкой, потом пришлю кого-нибудь. А, он еще и наш спутник будущий. Понятно. Но пока мы его брать не будем. Так, я вообще хотел задать ему один вопросец. Почему он такой хамливый сукин сын? Я такой здоровый и гигантский, он мне еще хамит. Так, мне не нравится твой тон, гном. И что с того, мне тоже в жизни многое не нравится. И знаешь, что я делаю, когда мне что-то не нравится, я пытаюсь это изменить. Вот, например, мне не нравятся дороги в твоем баронстве, и я рассказал об этом барону, то есть тебя. А ты вместо того, чтобы обижаться, лучше бы занялся делом и начал исправлять ситуацию. Я вижу, ты первый раз сталкиваешься со свободой слова. Просто делай то, что считаешь правильным, и предоставь другим это обсуждать. Знаешь, не всем выпадает судьба быть бароном, так что обсуждение барона — это все, что им остается. Я всецело поддерживаю свободу слова, да. О, барон, поддерживающий свободу. Это что-то новенькое. Посмотрим, что ты скажешь после прочтения моей статьи. Я уже говорил... Да, ты прав. Моя партия... Да, я объяснил, что это за хер такой. Ха, это так. В любом случае, я почти закончил. Ты использовал одну из этих подпостов. Почему не? Дварины, как они в земле, троллы, как... Ну, ты... Так, все, отлично. Давайте хоть посмотрим, что это за хер такой. А, здесь это нельзя сделать. Наш персонаж, смотрите, не влазит даже. Угу. Давайте хоть эту сторону исследуем. Пони, пони. В предыдущем времени. А, еще и пробовать. Нормально. Между собой начали драться. Прикольно. Гатальская рагу. Неплохо. Теперь умеем рагу и лепешки делать. Ой, а ты-то куда вперед всех бежишь? Ах, ты скотина такая. Ах, ты скотина такая. Вот и замечательно. Вот и замечательно. Кольцо защиты. Отличненько. Так, ну, в принципе, сюда-то мы не можем, да, никуда. Ладно, тогда и не надо. Идем на выход с этой локации. Кольцо сейчас на кого-нибудь напялим тогда. Пусть у тебя будет, раз уж ты у нас в первых рядах дерешься. Так, ну, вообще, нам в эту локацию придется двоих новых спутников брать. Это, соответственно, Харима. Вот, и вот этого чувака нового. Вот так вот. А вообще, неплохо бы нам, конечно, привал сделать. Почти уж. Сейчас сорок играем. Ой, подождите, а у меня почему стража не установлена? Установлена. Ну, ладно. В любом случае, я предлагаю на этом закончить. Потому что тут уже заигрались и продолжим обязательно в следующей серии. Всем спасибо за просмотр и пока. Субтитры сделал DimaTorzok